Приветствуем вас в нашем замечательном городе. Я знаю, что вы у нас не первый раз, да? Да, да. Сколько раз вы уже были? Ну, некоторое количество, раз пять-шесть. Ну, как вы, нравится? Очень, да. Мне очень приятно сюда приезжать, и очень много друзей, и играть здесь очень приятно. Ну, я знаю, что вы родились пока. Да. И как долго ваше детство пошло в Баку? Не очень долго. Мне было десять, когда я уже оказался в Москве. Ну, я оказался в Москве, учился с того времени в Мессинской десятилетке, которую благополучно закончил в 79-м году, после чего поступил в Московскую консерваторию. Потом была аспирантура. Между консерваторией и аспирантура еще даже была служба в Советской Армии. Тогда я вас поздравляю с праздником. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, да. Наш советский праздник. Спасибо, да. Полтора года. И где-то в 90-м году уже так сложилось, что мы переехали в Италию. Срава, да? То есть после Московской? Ну, да, да. Но это связано с какими-то вашими конкурсами? Это связано было немножко с идеей, уж не знаю, была она верна или нет, о том, что несколько проще будет планирование концертной деятельности, находясь в Европе, чем из Москвы. Хотя, я думаю, для того времени это было достаточно актуально. Сейчас, наверное, совершенно актуально. Да, сейчас, конечно, не актуально. Это все в районе Милана, между Миланом и Кома, между севером Миланом. Северный. Вы, наверное, после какого-то конкурса получили препятствия? Ну, и так сложилось. Да, у меня мой первый агент появился в Италии. Я выиграл там несколько конкурсов, что возникли какие-то просто знакомства с людьми, которые нам помогли обжиться, наверное, если так скажу. И, в общем, как-то, да, вот большая уже часть моей жизни связана с Италией. И такой вопрос, жена это ли? Нет, нет. Нет? Наша? Да, закончившая гейтинскую десятилетку. А, то есть вы как бы с поля знакомы? Да, абсолютно. Вы тоже флитистка? Да, флитистка она преподавала в гейтинской десятилетке тоже после окончания. И тогда это называлось еще институт гейтинской десятилетки. И преподавала там короткое время. Ну, и после этого мы... Ну, вы, наверное, даете концерт, да? Нет. Нет? Нет, не концертил. Нет, нет. Полно интересное сочетание. Да, ну, нет, как-то, нет. В Москве был Воскресенского, да? В Москве учился Воскресенского, и мы с ним... В Гнесенке я учился у замечательного педагога Муницина Аристовой, которая скончалась совсем недавно. Михаил Судеевича я проучился в консерватории и в ассоцинаторе стажировки. Мы с ним поддерживаем контакты. Последний раз мы с ним виделись не так... Ну, как уже достаточно давно, в прошлом... Прошлой весной, где он приезжал к нам в университет, где я преподаю, это в Австрии. А, так вы еще в Австрии? Я еще и в Австрии, да. Я 8 лет, примерно... Да, 8, наверное, лет назад получил позицию профессора в университете Антона Брукнер. Это город Линц. И таким образом... Это километров 80, примерно, да? Это побольше, чем утром 200. 200? А, это я просто... Да, это как раз Тиммельк нужно проехать, да. И вот как-то теперь еще последние 8 лет еще и связано с Австрией немножко в моей жизни. И вот Михаил Судеевич Воскресенский приезжал к нам в университет уже в два раза на мастер-классы, чему я очень рад, потому что, как бы, вот этих корифеев, конечно, это... Ну, да. Полезно учиться, безусловно. Ну, Рахманин, от которого вы сегодня будете исполнять, причем, насколько я знаю, второй концерт, да? Да. Ну, это понятно, что это лучшее, одно из лучших, ну, в смысле, одно из лучших произведений вообще в мировой музыке. И тут такой вопрос. Самый любимый композитор? Вы знаете, с годами мне все труднее и труднее становится ответить на этот вопрос, да, потому что как-то возникает глубокий, прямо, пожалуй, да, глубокий интерес к очень многим композиторам. Вообще чудесные музыки написано много. И сейчас мне этот перечень довольно... Ну, все равно фаворит даже, я думаю, есть такие. Вы знаете, в данный момент очень... Ну, наверное, значит, все-таки для меня с Бетховена. Да? Думаю, что да. Это Бетховен, это Брамс. Вот что значит в Австрии преподавать, да? Наверное. Наверное, да, точно. Проникли. Да, да, наверное. Это русскую музыку я всегда тоже как-то и играл, и люблю играть. И Рахмайнов, безусловно, тоже входит в перец любимых авторов. Это Шопен в очень большой степени. Да, это я тоже. Да. Ну, в общем, как-то... А как же итальянцы? Ну, как... Я отношусь с громадным уважением, это был совершенно гениальный композитор. И для своего времени то, что он умел делать на клавиатуре, не умел никто из его современников. Не забывая Бахи и Акенделя. Там это, да, это, конечно, очень... Очень изящная музыка. И она очень виртуозная для своей эпохи. Ну, они все где-то были новаторами для своего времени. В разных областях, безусловно, да. Кстати, как с Крябином? С Крябином, с большим детством, да. Мне посчастливилось и вы играть, и... Не каждому он дается, на самом деле. Да, безусловно, потому что есть какой-то... Несколько специфический язык, который не всегда находит отклик в душе. Импрессионисты. Да, с удовольствием и... С удовольствием и Равареву. Вот я играл три недели назад, как просмотровал концерт на Равареве в Дании. Ди-би-си с удовольствием играл. Поэтому, действительно, как-то мне немножко трудно ответить. Наверное, все-таки еще немножечко... Это чуть-чуть меняется еще со временем. Да, да, да. Какие-то композиции, которые для меня были не так, может быть, интересны 15-20 лет назад, сейчас мне гораздо больше интересны. Что вы можете сказать о наших... Ну, вот вы сидели уже неоднократно на наших конкурсах, я знаю, да? Уровень нашей... Чуть не сказала скрипичной, мальчинской со слабочами, вообще... Вообще вот казахстанская школа... Ну, очень высокий, безусловно. Безусловно. И вот мне довелось быть и в жюри международного конкурса. Это было лет 6-7, 8, наверное, назад, который проходит в Алматы. И там тоже участвовал довольно много студентов из консерватории Алматы. Уровень высокий. И детишки, которые играют в том конкурсе, который должен начаться завтра. Я тоже ожидаю, что будет достаточно высокий уровень. Опыт прошлого года, по крайней мере, позволяет надеяться. А потом кто-то к вам приезжает в Италию учиться от нас? В Австрию, да. То есть на мастер-класс или на постоянный стенд? Ну, у меня закончили мастер-программу два замечательных пианиста. Один из них Сережа Ким, который получил первую премию вот на только что прошедшем конкурсе. Как раз таки этом конкурсе. Ну, очередное его издание его было, да? Это, по-моему, был там 7-8, я затрудняюсь сказать. Вот он получил первую премию, он живет сейчас в Австрии. Он проучился у меня мастер. И Ярнар Нуртазин, который сейчас работает в Астане, дирижером, да, он занимался в Чудежи. Да, 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 конечно. Жуфар, спасибо. Да, да, да. Вот эти двое ребят у меня учились. Сейчас мне учится девочка, которая, Женя Байназарова, которая закончила училище Чайковского. Ультина Михайловна Тимофеевна, и она сейчас учится на бакалавра. Так что у меня тесные контакты. Желаем вам удачи на сегодняшнем выступлении.